Коронавирус ударил по экономике всего мира. Не удается избежать последствий и нашей стране. Таможня рапортует о потерях. Границы закрыты, груз застрял в пути, товары не доезжают до Кыргызстана, а значит и растамаживать нечего. Главное выпадение из-за прекратившегося импорта из Китая. Поручением премьера-министра в стране с сегодняшнего дня начал свою работу антикризисный штаб. Чиновники во главе с первым вице-премьером-министром Эркином Асрандиевым должны будут в ближайшее время предложить конкретные действия, которые не допустят краха экономики и обеспечат продовольственную безопасность республики. Пятая часть нашего товарооборота приходится на Китайскую Народную Республику. Существенная часть приходится на импорт товаров из этой соседней страны. Поэтому нам нужно провести более глубокий анализ влияния эпидемиологической ситуации на бизнес-среду с тем, чтобы минимизировать последствия. Для этого необходимо усилить работу по поиску альтернативных рынков и выработать эффективные механизмы поддержки отечественного бизнеса. Альтернативные рынки – это лишь один из вариантов краткосрочной антикризисной политики. Речь идет в основном о поиске новых стран и поставщиков сырья для производства и продуктов питания, которые будут готовы по оптимальным ценам импортировать в нашу страну то же самое, что ранее закупалось в Китае. Когда в России ввели санкции, то есть европейские страны ввели санкции, они приняли ряд мер, которые позволили этот рынок закрыть. То есть то, что приезжало с России, они могли либо это заменить другими странами несанкционированными, либо они могли бы на этой волне как раз вытащить свое производство. Самое главное – учесть те страны, которые могут нам вот эти товары на свои места уже поставить ту продукцию, которая к нам завозилась. Одно дело, когда это касается обычных таких вот вещей, так скажем, да, а другое дело – это когда идет речь о продуктах питания. Другим пунктом в антикризисном плане значится поддержка отечественных предпринимателей, да так, чтобы через какое-то время страна могла избавиться от импортозависимости скольких-нибудь видов товаров. А ниши на рынке, отданные зарубежным предпринимателям, могли бы заполнить отечественные продукции собственного производства. Вот только пока заместить местные компании и фабрики могут немногое. У нас есть несколько здесь фабрик, которые открывались, но в то же время они не могли конкурировать с Китаем. Почему? Потому что они выходили намного дороже, чем, нежели то, что завозилось. И вот этот момент, когда мы закрыли границы, и давайте мы дадим возможность вот этим нашим внутренним фабрикам, внутренним производителям в два раза, в три раза производить, чтобы они могли покрыть весь рынок. Для этого что надо? Что им необходимо? Одно дело, когда у них нет оборудования, ну, мы давайте сделаем им какую-то льготу по завозу этих оборудований. Если это сырье, то давайте сделаем беспошлиный завоз этих сырьев и тому подобное. Обувных фабрик в стране действительно всего три. И все частные. Две занимаются изготовлением обычной повседневной обуви. Одна специализированной. Берцы, ботинки и прочее. Качество продукции не уступает мировым брендам, говорят предприниматели. Цена приемлема для местного рынка. Спрос на изделия ручной работы хоть и невелик по отношению с обувью фабричной, но тоже есть. Как мы сейчас видим, даже на рынках ассортимент обуви сильно понизился. Говорят, цены немного подросли. И это как бы очень конкурентоспособная среда сейчас для нас. Поэтому, если при правильном подходе, при правильной технологии обучить наших же людей, ну, получается, обувь не хуже английской, турецкой, итальянской. Это вполне возможно. Эта фабрика производит около 300 пар в год. Конечно, это мизерные объемы, и при таких темпах заместить импортную обувь не выйдет. Работают на этом предприятии около 10 человек, и трудятся они вручную. Мастера ежедневно изготавливают около 7 пар кожаной обуви – мужской и женской. Руководство отбирает качественные материалы и занимается логистикой. Результаты труда реализуются в собственном магазине, пока лишь в пределах столицы. Чтобы охватить страну, увеличить нужно не только цех и привлечь значительно большую рабочую силу. Необходима автоматизация производства. И это ключевые, и самый главный вопрос, в котором чиновники могли бы посодействовать предпринимателям. Любой бизнес он требует капитала. И инструментов, которые можно было бы получить для бизнеса, я имею в виду финансирование для бизнеса, это очень узкий круг. Это, можно сказать, ограничено только банковским кредитом, который очень плохо влияет на начинающих предпринимателей. Поэтому было бы хорошо развивать другие институты, инвестиционные фонды, какие-то венчурные фонды, которые бы поддерживали именно начинающий, ну вот малый бизнес, который только-только начинается, который впоследствии может превратиться просто в лидеров рынка. Если правительство все же решит предоставить какие-либо преференции предпринимателям, то это позволит выйти на новый уровень не только обувным фабрикам, но и многим другим бизнесменам. Последние говорят, что желающих работать не на экспорт, а в первую очередь на внутренний рынок станет больше. Они с радостью готовы отвоевывать отечественного потребителя, а заодно предоставить новые рабочие места с увеличением налоговых выплат.